В сезоне 23-24 в Анхэл хотя бы раз на площадку выходили 66 россиян. И как всегда, кто-то лишь попробовал лучшую лигу мира на вкус. Кому-то удалось провести крепкий, но не выдающийся сезон. Кто-то провалился, а кто-то был просто неудержим и великолепен. Сегодня хотелось бы подвести итог выступлению российских хоккеистов за океаном в минувшем сезоне. Мы предлагаем вам нашу десятку лучших. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Минувший сезон стал дебютным для одного из самых перспективных наших защитников – Павла Минтюкова. И этот самый первый сезон получился довольно неплохим. Павел довольно долго держался в топе лучших ассистентов среди новичков, качественно работал по всей площадке и уже потихоньку начал получать неплохое время в большинстве. Его 28 баллов в 63 играх – это второй результат среди российских защитников. Но вот ужасные минус 20 пока не позволяют подняться выше. Для дебюта супер, но дальше нужно сделать качественный скачок вперед. Как, впрочем, и всему Анахайму, который коллективно обороняется просто ужасно. А вот кто продолжает прогрессировать, так это Александр Романов. Да, возможно, в атакующей игре он еще не может до конца оказывать существенное влияние на игру команды. Но в обороне Романов стал сильнее, его сложнее обыгрывать один в один, мощнейшие силовые приемы никуда не делись. При этом он стал абсолютно лучшим в команде по показателю полезности – плюс 23, привезя ближайшему преследователю 11 пунктов. Романов играет по 20 минут за матч, и только при нем на площадке Айлендерс чувствовали себя уверенно в обороне. Хотя в целом на своей половине играли значительно хуже того, к чему нью-йоркцы нас приучили. Очень сильный сезон Романова. Молодец! В этом сезоне российские вратари не доминировали так, как мы к этому привыкли. Почти у всех были затяжные провалы и периоды долгого обретения себя. Поэтому мы объединили некоторых наиболее успешно выступивших. Петр Кочетков сыграл чуть больше половины матчей Каролины в сезоне, показывал себя очень даже неплохо, и реально мог рассматриваться как претендент на позицию первого номера. Но Фредди Андерсон направился от травмы и вернулся в створ. Возможно, Кочеткоу помешал слабоватый старт, но заявка на более успешное выступление сделана серьезной. Игорь Шестеркин хандрил всю первую половину сезона. Нет, откровенных бабочек он почти не пускал, но былой надежности и уверенности почему-то не было. Разошелся «Россиянин» лишь под конец сезона, а затем провел просто шикарный плей-офф. Но, к сожалению, этого не хватило ни для попадания в финал, ни для места повыше в нашем рейтинге. Александр Георгиев играл многое, возможно, даже слишком многое. У него, наоборот, подвисла концовка регулярки. Плей-офф Георгиев был неплох, но дать команде 1-2 дополнительных сейвов ключевой момент не смог. В общем, вроде бы и хорошо, но тоже не на 100% возможностей этого блестящего галкипера. Владислав Гавриков вновь был на высоте. У Лос-Анджелеса вообще подобралась мощная банда в оборонительной линии, и Гавриков является ее неотъемлемой частью. Игра против лидеров соперника и действия в меньшинстве все так же являются сильными сторонами этого могучего защитника. Да, команда посыпалась в плей-офф, но в целом по сезону Владислав выглядел стабильно и уверенно. Еще один дебютант лиги проявил себя в какой-то степени даже сильнее, чем того ожидали. Дмитрий Воронков стал в игре Коламбу со своим, однозначно добавил атаки команды мощи и вариативности, и даже довольно прилично смотрелся на вбрасывание. А 18 плюс 16 за 75 матчей для старта карьеры не главным форвардом команды – очень приличные цифры. При должном усердии Воронков может прогрессировать очень быстро. Главный россиянин-универсал в современной Анхел Владислав Наместников провел очень прорывной сезон. Кажется, он успел поиграть на всех позициях в команде и ни разу не выпал из общего рисунка игры, и всегда на 100% выполнял установку тренерского штаба. Виннипек смотрелся в этом сезоне очень прилично, и Наместников своей работой давал команде необходимую энергию, вариативность, и где-то очень сильно развязывал руки лидерам команды – самый полезный из незаметных героев. Уже традиционно Кирилл Капризов очень долго вкатывался в сезон, затем поехал быстро, с ветерком. Но команде не хватило от своего лидера набранных очков на старте сезона, а ближе к концу еще и травма помешала. Миннесота вполне могла пробиться в плей-офф, если бы ее лидер был здоров и крушил с первых же матчей. А так вполне приличные 40 шайб и 96 очков, но которых по меркам самого Капризова оказалось для успеха команды мало. В следующем году надо что-то менять. Принято считать, что игрокам, которым за 30, с каждым сезоном все сложнее, и они все меньше положительно влияют на успехи команды непосредственно на льду. Артемий Панарин в этом сезоне это умение поставил под большие сомнения. Очень мощные 120 набранных очков и уйма переписанных рекордов Рейнджерс. В поздних сериях плей-офф, правда, запала уже не хватило, а соперники надежно прикрыли Панарина. Но это не отменяет очень сильной и продуктивной регулярки. Помимо своих успехов, россиянин вывел из состояния литургического сна Алексей Лафриньера, который провел пока свой лучший сезон в НХЛ. Еще более феноменальный сезон с точки зрения статистики провел Никита Кучеров. Его 144 очка – это новая высочайшая планка для всех россиян. При этом надо иметь в виду, что сезон у Тампы был очень сложный, и если бы не выдающееся выступление Кучерова, команда легко пролетела бы мимо плей-офф. Проблем в обороне и в нижних звеньях было просто море. Кучеров играл как МВП, практически собственноручно вытаскивая команду в плей-офф. Дальше их переехала более крепкая и мощная Флорида, но индивидуальный сезон Кучерова получился просто шикарным. Кто из голкиперов был единственным, кто весь год показывал стабильно высочайший уровень, так это Сергей Побровский. Команда у Боба и так приличная, а он на последнем рубеже давал нужную уверенность, четкость и спокойствие. Весь сезон Бобровский уверенно забирал простые броски, по-настоящему тащил в сложные моменты и даже выдал парочку сейвов для карьерных хайлайтов. Не было ненужных отскоков, минимизированы вторые шансы для соперника. В общем, Боб играл как по-настоящему элитный вратарь и помог команде дойти до финала Кубка Стэнни. Александр Овечкин выпуска. Александр Овечкин, как обычно, на этом этапе карьеры уже вне времени и пространства. Его игра рассматривается лишь сквозь призму главного снайперского рекорда лиги. В этом сезоне Ови, как и весь Вашингтон, долго привыкал к новой системе. Уверенности также помешали и многочисленные попадания в каркас ворот в начале сезона, а также отмененные голы. Но после перерыва на матч звезд поперло, вновь выбита тридцатка голов, а до грески осталось 41 шайба. Как знать, может быть эта цифра покорится уже в следующем сезоне. Как думаете? Бонус выпуска. В этом топе, в самой верхней его части, должен был находиться Валерий Нечушкин. В этом сезоне, с игровой точки зрения, Вал был просто неудержим. Рейсинг-машина, способная играть в меньшинстве, забивать голы и отдавать передачи. Нечушкин давал команде очень много полезного, но попадание в программу помощи игрокам, особенно повторное по ходу плей-офф, не позволяет считать его сезон поистине полноценным. А жаль, он мог даже стать лучшим. На этом все. Пишите в комментариях, игра какого российского хоккеиста в минувшем сезоне запомнилась вам больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой патриотический хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока!